Я пришла в этот магазин, потому что ассортимент товаров здесь отличается от того, что представлено в обычных магазинах Швейцарии. И еще здесь всегда свежее мясо. В этот магазин халяльных продуктов во французской части Швейцарии некоторые покупатели приходят из любопытства, а другие, чтобы найти там продукты питания со своей родины, что особенно актуально во время Рамадана. Меня очень радуют все эти сладости. Тунисские пироги, макруды, турецкая пахлава, магрибское печенье щебакья. Прямо как бальзам на раны, даже ностальгия какая-то пробуждается. Долг день от рассвета до заката без еды и питья. В этом году к тому же Рамадан, традиционный мусульманский месяц поста, пришелся на середину лета. Преимущество Европы в том, что здесь не так жарко в это время, как в Азии или в Африке. Однако разница заключается в том, что в мусульманских странах Рамадан празднуют все. В течение дня жизнь замедляется, магазины работают по особому расписанию. Улицы снова оживают только по ночам, когда люди могут в прямом смысле подкрепиться после нелегкого поста днем. Что в Европе по-другому, здесь световой день длится на шесть часов дольше. Мы постимся до половины десятого вечера. В Турции в Рамадан я не работала, поскольку на этот месяц всегда приходились каникулы. А когда ты работаешь, то надо рано вставать. И в этом уже состоит большое отличие, удается тебе выспаться или нет. С другой стороны, во время Рамадана жизнь становится более, как бы, рассудительной. Прежде чем что-то сделать или сказать, начинаешь думать и взвешивать. Мы продаем только халяльное мясо, но на 90% это мясо импортированное из Франции или Германии. Мне не сложно соблюдать Рамадан, это всего лишь вопрос воли. Если у тебя есть воля что-то сделать, то тебе ничего не может помешать. Но нельзя никого ни к чему принуждать, это только все испортит. Некоторые пытаются даже сбежать куда-нибудь на время поста, чтобы продолжать нормально есть и пить. Но если ты знаешь, почему ты это делаешь, если тебе понятен смысл, то все меняется. Для взрослых мусульман и мусульманок пост обязателен. Больные путешественники не в счет. Детям с 7 лет разрешается пробовать поститься время от времени лишь на один день. Я жду, смотрю на часы. Если я занята чем-то весь день, то время проходит быстро. Если я остаюсь дома, то время тянется бесконечно. Но я больше хочу пить, чем есть. У нас есть все, что нужно, чтобы во время поста приготовить пищу, как полагается. Единственное, чего не хватает, так это семьи и семейная атмосфера этого праздника. Мы скучаем по всему тому, что напоминает нам о родине и об атмосфере Рамадана. Традиционный лимонад или халяльное мясо – все это вещи, которые в обычных магазинах не найти. А ведь эти продукты помогают нам хотя бы немного ощутить атмосферу праздника, чувство, которого нам так не хватает в повседневной жизни. Здесь чувствуешь себя как дома, а большего и не надо, слава Богу. Все, что мы любим, мы можем купить здесь. Желаю всем здоровья, хорошего Рамадана и светлого праздника. Салям алейкум.